Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия». События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Муфти республики Смаил Хаджи Бердиев переизбран на новый срок. Его кандидатуру сегодня единогласно поддержали на 10-м отчетно-выборном съезде мусульман Карачаева-Черкесии. Теперь и автомобили будут делать селфи, фото до техосмотра и после него. Эти и другие новые правила техосмотра вводятся в Россию в этом году. Язык – это душа народа. В день черкесской письменности Республиканской национальной библиотеки известные люди республики писали диктант. Об истории культуры казаков, о подвигах церковных служителей в годы Великой Отечественной узнали школьники во время экскурсии в Никольском соборе Черкеска. На службе мусульманской умы сегодня в Черкесске на 10-м отчетно-выборном съезде мусульман Карачаева-Черкесии единогласным решением муфтием духовного управления. Мусульман республики на новый срок переизбран Исмаил Хаджи Бердиев. Впервые мероприятие проводилось в онлайн-формате. Для этого были созданы семь площадок по всему региону. О работе съезда Алихан Лепшоков. Этот год был сложным, но несмотря на это представители духовенства не приостанавливали свою деятельность. На 10-м отчетно-выборном съезде мусульман Карачаева-Черкесии рассматривали вопросы, как избрание президиума, муфтия и ревизионной комиссии духовного управления. От имени главы региона поприветствовал всех заместитель председателя правительства Хазарчик Куев, который подчеркнул, что духовенство играет огромную роль в развитии и воспитании нравственного общества. Духовным управлением проделана огромная работа по возрождению ценностей традиционного ислама и укреплению духовности в нашей республике. Во многом, благодаря созидательной и мудрой позиции духовенства, в Карачаеве-Черкесии сложилось доброе и конструктивное отношение между исламом и православием, основанное на принципах взаимного уважения. Это имеет очень большое значение для сохранения мира и стабильности в современном обществе. Семь площадок в онлайн-режиме также принимали участие в съезде. Муфти Карачаеве-Черкесии Смайл Хаджберди подробно рассказал о деятельности духовного управления за пять лет. Важно отметить работу, связанную со строительством мечетей. Но вместе с тем, сегодня не все они соответствуют противопожарным и другим нормам, или просто малы и не способны вмещать верующих. Муфти также подчеркнул, что много работы проделана в плане развития, образования и духовного воспитания молодежи. Хвала Аллаху находятся меценаты и благотворители, которые помогают в строительстве домов Аллаха. При поддержке главы республики Рашид Борисович Тимридов строится соборная мечеть в городе Черкесии. Первый этаж готов, уже там более тысячи человек помещаются. Он обещал, что вот через год, к первому марта, все закончим и откроем эту мечеть. В ходе мероприятия единогласным решением муфтиям Карачева-Черкесии на новый срок был избран Исмаил Хаджи Бердиев. От всего духовенства Северного Кавказа Исмаила Хаджи Бердиева поздравил председатель духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Хазрат Али Хаджид Засежев. Он пожелал ему крепкого здоровья и успехов во благо мусульманской уммы. Я очень рад, что вы сегодня все единогласно проголосовали за него. Я его лично поздравляю. Да, перенес тяжелую болезнь, мы за него волновались, сделали дуа Аллах Субхану Увата Аля. Оставил его в живых, чтобы он продолжил, наверное, эту работу. И дай Аллах, чтобы ему Всевышний Аллах помогал и в дальнейшем, чтобы в республике Карачаева-Черкесии творил мир и согласие. Мы также и дальше будем продолжать нашу работу и нести благо нашей республики, отметил муфтий Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев. Вот на будущее что будем делать? То же самое. Здесь не такое место, где придумывать что-то новое. Нам всем надо исполнять все то, что неспособлено от Всевышнего Аллаха. Если мы это будем делать успешно, у нас все будет хорошо. Дай Аллах, чтобы в нашей республике был всегда мир и спокойствие. Алиханеп Шоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаева-Черкесия. Фото до и после теперь уже не особенность маркетингового хода в соцсетях, а обязанность для автолюбителей запечатлеть своего железного коня перед процедурой техосмотра и после нее. Это одно из новых правил, введенных специально для того, чтобы бороться с нелегальным выпуском диагностических карт. Вместе с инспекторами дорожного движения новые правила техосмотра на месте оценила Фатима Даурова. Со стороны госавтоинспекции нововведением является участие инспекторов дорожного движения в процедуре техосмотра транспортных средств, занимающихся непосредственно перевозкой пассажиров. Всего по республике уже аккредитованы 12 станций техосмотра, 10 из которых на сегодняшний день полностью функционируют. Принятые заявки на техосмотр вносятся в определенный график, а проведение оценочной процедуры осуществляется не более чем через 5 дней после утверждения. Такое режимное отношение к делу должно способствовать тому, что не будет очередей. Каждое транспортное средство будет обслуживаться в свое время. Сотрудники ГИБДД обеспечивают надзор за проведением операторами технического осмотра, потому что сами понимаете, что пассажироперевозки – такое опасное направление в части технического состояния транспорта, чтобы обеспечить безопасность людей при перевозках. Перевозят и детей, и школьные автобусы у нас есть на территории республики. Но то количество пунктов при тех загрузках, которые мы имеем на сегодняшний день, позволяет без очередей, безболезненно проводить осмотр автобусов практически в режиме онлайн. Существуют графики, то есть мы не можем держать круглосуточно здесь сотрудника ГИБДД. По графику автобусы заранее все уведомлены, присутствуют сотрудники. Сегодня компанию оператору техосмотра составили главный дорожный инспектор республики Владимир Кушнарев и министр промышленности и торговли Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов, которые на месте оценили подготовленность пункта техосмотра к приему клиентов. Проверяется, нет ли течи жидкости. Вы визуально смотрите внизу, да? Внизу визуально проверяем. У нас есть прибор. Сейчас будем проверять всю ходовую часть. Потом будем проверять люфт рулевой колонки. Потом будем проверять тормозную систему. Скажите, сколько по времени занимает осмотр автобуса? Осмотр автобуса занимает порядка где-то 70-70-80 лет по регламенту. У региона основная задача – это обеспечение населения пунктами технического осмотра, для того, чтобы не было заторов, не было очередей на пунктах, и люди могли комфортно, быстро проходить технические осмотры. Но еще основная задача – это соответствие данных транспортных средств с требованием федерального законодательства. Есть приказ Минтранса оборудовании пунктов технического осмотра, которое позволяет полностью оценить состояние транспортного средства. Это позволит снизить, безусловно, в первую очередь аварийность и улучшение состояния автотранспортных средств, как у нас в республике, так и в России в целом. Два основных новшества, которые должны учесть собственники автомобилей. Первое – процедуру техосмотра будут фиксировать с помощью фотографий до и после диагностики. Эти изображения с координатами места съемки отправятся в единую информационную систему, в которой будут храниться и диагностические карты. Второе – перед началом диагностики оператор обязан будет сверить идентификационные номера автомобиля, кузова, рамы, кабины с номером в свидетельстве о регистрации транспортного средства. При несостыковках оператор имеет полное право отказаться от проведения диагностики. А что же касается автобусного парка республики, профессионал своего дела Ахмат Иркенов, который за годы работы оценивал техническое состояние общественного транспорта не раз, сегодня комментирует так. Как вы оцениваете состояние автобусного парка? Техническое состояние автомобилей, могу сказать, 70% соответствует нормативам. А вот состояние кузовов автомобилей, салонов, да, конечно, они свое уже изжили. Автобусный парк, конечно, требует серьезного пересмотра к себе и желательно замены его на более свежие модели. Как новые правила повлияют на водителей. Для добросовестных ничего не изменится. А вот любителям нелегально оформлять техосмотр придется обращаться в аккредитованные станции ТО. Фатима Дорова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 19 426 человек. Из них 17 958 выздоровели, 145 человек госпитализированы. Ну а сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии дождь, ночью с мокрым снегом, в горах также снег и местами сильны. Ветер южный 6-11 метров в секунду и порывы до 15-20, а в горах до 25. Температура ночью 0,5, в горах до 5 градусов мороза, днем плюс 3, плюс 8 и местами до плюс 14. В Черкесске ночью и утром дождь и мокрый снег, ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 3, днем 10-12 градусов тепла. В жизни бывает так непросто. Встретить несокрушимого и непробиваемого человека каменную стену. Человека глыбу. Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. 14 марта ежегодно весь адыгский мир отмечает День черкесской письменности. Стало доброй традицией накануне этого дня писать тотальный диктант. Этот год не стал исключением. И в Государственной национальной библиотеке имени Хальмад Байрамоковой прошло мероприятие, посвященное Дню письменности. Зарема Карданова подробнее. Вначале ко всем участникам диктанта, представителям творческой интеллигенции, активистам общественных движений, которые пришли узнать свое знание родного языка, обратился президент МЧА Хаутис Ахроков по интернет-трансляции в режиме онлайн и рассказал, какое внимание уделяет глава государства Владимир Путин сохранению родных языков, а затем поблагодарил всех, кто работает с родным языком. Сегодня очень важное мероприятие, которое проводится по инициативе МЧА уже третий год. Любой желающий может, сидя дома, написать диктант. Текстом для диктанта выбрали исследовательскую работу известного писателя Хамида Кармокова «Шора Ногмов и адыгский фольклор». История адхейского народа Шоры Ногмова выпущена в Тифлисии в 1841 году. Этот эпический масштабный материал, охватывающий события с древнейших времен до XIX века, дал возможность представить жизнь народа в длительном временном пространстве. Об этом идёт речь в работе Кармокова. Язык – это душа народа. Псарабзара, как говорится, у нас – это душа народа. Поэтому говорите, учите, учите своих детей родному языку. Очень хочу свой язык знать отлично. И этот древнейший хецкий язык, который дошёл до наших дней, должен быть сохранён. В 68-й и 69-й статьи Конституции России в своих поправках гласят о закреплении за государством ответственности по сохранению и развитию языков малочисленных народов. Как и Шора Ногмов, языковеды, литераторы и общественные деятели ратуют за то, чтобы процесс знакомства России с культурой адыгов проходил под знаком факта, что мы – часть народа в России, процесс культурного возрождения своего народа – Ногмов не отделял от общероссийского, в чём и состояла его историческая правота и дальновидность, а его фундаментальный труд сравнивают с повестью временных лет. Сегодняшние участники диктанта сумели приобщиться к труду знаменитого просветителя и ещё раз вспомнили о своих корнях. Зарема Карданова, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В Никольском соборе Черкеска торжественно открыта экспозиция будущего музея истории церкви и казачества. На торжественном открытии присутствовали представители духовенства и школьники города. Подробности узнаем в репортаже Аслана Гирюгова. 27 сентября 2020 года в Никольском соборе Черкеска прошли баталпашинские чтения, посвященные 230-летию баталпашинского сражения. Тогда же в ходе конференции появилась идея о создании музея истории церкви и казачества, который станет ещё и местом для проведения различных мероприятий. Данное предложение было принято единогласно. Суть музея такова, что мы обращались к людям, как собрались вот эти экспонаты, что было общество Царьград, мы принесли сюда. Никольский собор, у них очень хорошая экспозиция, потому что всё старинное, всё древнее. Потом прихожане приносили, члены двуглавого орла Царьграда приносили. Мы также обращались в социальные сети, что планируется открытие экспозиции, и что нам необходимы предметы быта, культуры казаков, документы, фотографии. И люди отозвались. После официальной части была проведена экскурсия. Ребятам показали предметы быта казаков, рассказали об их образе жизни. Помимо этого, гости увидели старинные иконы и картины, священные писания на национальных языках. Также школьники узнали о подвигах церковных служителей в годы Великой Отечественной войны. Мы продолжаем эту удивительно просветительскую деятельность, которая помогает нам любить нашу родину. Потому что, зная историю своей малой родины, мы и вперёд, и в будущее смотрим с надеждой. Понимаем, каким трудом, каким подвигом, каким мужеством наши предки созидали то, что окружает нас. Открытие такого музея поможет сохранению истории казачества. В будущем на его базе пройдёт ещё немало мероприятий. В конце было отмечено, что музей будет собрать различные экспонаты. Жителям республики они обратились в пользу помочь в этом. Аслан Гирюгов, Руслан Харченко, Вести, Карачаева, Черкесия. Таким был вторник, Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас смотрите продолжение остро-сюжетного сериала «Небеса подождут». Приятного просмотра и ждите вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин